Здравствуйте, меня зовут Владимир, и сегодня на уроке истории я хотел бы рассмотреть такую интересную тему, как развитие промышленности и других важных смежных отраслей банковского дела, торговли и транспорта во второй половине XIX века в России. То есть при Александре II, авторе знаменитых реформ, и при его сыне Александре III. Во-первых, скажем, что Россия постепенно завершает фазу промышленного переворота, то есть в основных отраслях хозяйства, тяжелой промышленности и легкой обрабатывающей, мы все-таки переходим от мануфактурного ручного труда уже к труду заводскому, фабричному, значит в нашу жизнь активно входят различные станки. Вот, труд становится машинным, что, конечно, очень важно в плане технологического прогресса. На этом фоне основные успехи были сделаны в текстильной промышленности, то есть различной ткани, вот пищевая промышленность и промышленность перерабатывающая. Новые машины, прямо в соответствии с теорией Карла Маркса, вызывали к жизни и новые социальные отношения. То есть понятно, что в результате того, что техника становилась все более и более сложной, необходимо было людям все больше и больше учиться. Значит, постепенно созревал такой класс профессиональных рабочих, пролетариат, настоящие профессиональные рабочие. Кто-то из них были аристократическими рабочими, в том плане, что это были потомственные рабочие, они получали высокую заработную плату. Кто-то только-только приехал из села и какое-то время проводил в самом социальном низу, получал очень маленькую заработную плату. Но все-таки в целом они себя ощущали чем-то вроде какого-то единого класса пролетариата, который был противопоставлен по условиям экономическим и политическим другому классу. Заботчиков, фабрикантов, тех, у кого в собственности находились сами здания и сами средства производства. То есть вот эти новые социальные отношения появляются. На слайдах давайте посмотрим, как раз вот новую технику хотела изобразить. Постепенно появляются паровые такие трактора. Вот видим, да, землю становится теперь пахать проще, не нужно впрягать в нее там себя, жену, не знаю, вала или лошадь. Это вот техника сельскохозяйственная. А здесь тоже, к слову о развитии технологии, знаменитая Мартеновская печь французского промышленника, который вот в значительной степени облегчил процесс производства металлов. Эти печи, например, Мартеновские стояли в Советском Союзе, ну уже более модифицированные, но все равно по принципу такие же. Вплоть до 70-х годов 20-го века. Это вот такой сложной конструкции печатный станок, связанный с развитием газет и журналов. Это как раз картина, изображающая тяжелый ежедневный труд рабочих на каком-то французском заводе. А здесь как раз вот видно постепенное развитие социальных отношений, потому что фабриканты, которые приехали с инспекции на свой собственный завод, явно вот в лице этого мужчины рабочего встречают какое-то неповиновение. Он высказывает им какую-то претензию, чем-то недоволен. И вот можно представить, как это будет развиваться дальше, что это может быть забастовка, это может быть стачка, может быть какой-то даже физический конфликт. То есть вот явно, что обстановка зачастую социальная в местах скопления пролетариата была накаленной. Если говорить про развитие мелкого и крупного производства. Ну конечно изначально у нас было кустарное производство. И кустарное производство имело большое значение для развития изначальной мануфактуры. Мы знаем, что мануфактуры сначала были рассеянными. То есть просто, например, какой-то крупный купец покупал, условно говоря, шерсть, отдавал ее одному крестьянину. Крестьянин ее перерабатывал у себя на дому, возвращал купцу. Купец с ним расплачивался и передавал следующему крестьянину, который дальше делал с ней следующие операции. И в итоге мы на выходе получали качественную пряжу или уже качественную ткань. Вот это рассеянная мануфактура. Постепенно, конечно, эти люди были объединены под одну крышу. И возникла такая уже мануфактура в традиционном смысле слова, где на основе разделения труда у нас некоторые операции связаны в единый процесс. Но, конечно, в основе этого все лежит кустарное производство. То есть, мелкотоварное ремесло в условиях домашнего хозяйства. Если говорить про крупный бизнес, про крупный капитал, то новые отрасли, конечно, это машиностроение. И также добывающая промышленность, связанная с освоением новых районов. Это угледобыча и нефтедобыча. Уголь новый, да, это будут у нас южно-украинские, донбасские районы. И нефтедобыча, это, конечно, в первую очередь Поволжье и очень богатый в этом отношении берег Каспийского моря. То есть, имеется в виду бакинские нефтяные месторождения. Важным фактором также является, конечно, неравноверность развития промышленности. И до сих пор, например, когда мы сворим на карту экономического развития России, мы видим все, что на европейской части, слева от Урала. Урала много всего, да, много заводов, много разработок, более высокая плотность населения, более высокая плотность магистралей железных дорог. Все, что у нас начинается справа от Урала, там вот всего гораздо меньше. Понятно, что вот из-за этой неравномерности, которая до сих пор имеет место быть в России, страна развивается, ну, как бы с определенными перебоями, да. Вот, это, конечно, одна из самых главных проблем развития России. Она связана и с климатическими, конечно, и с сырьевыми, и с политическими условиями. Но, тем не менее, так оно и есть. Это как раз бакинские нефтяные месторождения. Вот еще раз, да, посмотрим, буровые вышки первые, кстати, в России и в Америке стартовали первые буровые вышки в мире вообще. Если говорить про самую главную, локомотив, да, все отрасли, кто тащил вперед? Их тащил паровоз, то есть железное дело, да, строительство железных дорог. Оно как бы совмещало в себе все остальные отрасли, да, потому что что нужно для железного, железнодорожного бизнеса, скажем так. Необходимы и самые металлические, да, детали паровоза, необходима старепрокат, необходима щебенка, необходимы деревянные шпалы, необходима куча людей, занятых на всем этим. Также еще подключите к этому топливо, воду и все остальное. Получается, для снабжения, вот как бы, подвижного состава и рельсовых путей нам нужно много разных отраслей экономики. Конечно, это было очень полезно в целом для российского промышленного сектора. Если говорить про старые и новые, да, металлургические именно районы, то старыми у нас является Урал, и новые это Донбасс на востоке Украины и на юге Украины, да, Запорожье, Кривой Рог. Конечно, темпы промышленного производства были довольно высокие. Была высокая степень урбанизации и высокая степень концентрации пролетариата именно на заводах. То есть, по этому показателю Россия зачастую пережала американские и европейские города. Разумеется, государство само не справлялось с процессом финансирования железнодорожного строительства. Это было довольно дорого. И с легкой руки некоторых известных экономистов и министров финансов, таких как Бунги, Вышнеградский, Витте, Россия активно привлекает к этому в виде акционерных обществ частный промышленный капитал, для того, чтобы, да, обеспечить это все рабочими местами и финансированием, а потом потихонечку покупает обратно. Опять превращает в государственную национальную собственность. То есть, вот таким образом, именно через акционерное строительство были построены вот эти гигантские, огромные железнодорожные куски, которые простирались от Урала и вплоть до Маньчжурии и Дальнего Востока. Здесь как раз вот мы видим вот эту самую европейскую часть, да, и вот если старые районы говорить, вот здесь они у нас находятся как раз, Урал, вот, и здесь мы видим как раз Донбасс, да, Криворожсталь, значит, соответственно, бассейн Запорожский, вот, ну, и здесь вот видим Бакинскую нефть, в частности, и Поволжскую нефть. Приток иностранного капитала. Что так сильно привлекало французских, бельгийских, немецких, американских, английских промышленников в России? Ну, то же самое, что сейчас их привлекает в Китае. Дешевая рабочая сила. Труд русского мужика на заводе стоил чрезвычайно дешево. В отличие, например, от мужика английского, допустим. Льготы правительства для разных, для самых важных там отраслей. Какие самые важные отрасли? Это, конечно, все, что было связано с судостроением и с оружиестроением, скажем так, да, то есть, как обычно в России, вот эти все военные отрасли, они, естественно, зарезервированы, да, государством, и здесь оно давало очень серьезные субсидии, серьезные льготы. Конечно, это было выгодно для иностранных фирм, которые хотели работать с нами на, ну, как бы на началах концессии. Вот. Основными партнерами была Франция, Германия, Англия, особенно, конечно, Франция. Она стала вообще нашим главным кредитором в 80-е годы. Наш внешний долг был больше всего именно перед этой страной, перед Францией. Если говорить о политике протекционизма, то, конечно, нужно вспомнить таможенную политику. Да, мы получали на таможенных пошинах порядка 200 миллионов рублей в год, что, конечно, было весьма ощутимым вкладом в бюджет. Госзаказы и субсидии для армии флота, да, то есть, госзаказ, это, по сути, то, что нарушает условия рыночной конкуренции. Какой-то завод никогда не получил бы в условиях чистого рынка этот заказ, а тут государство его передает этому заводу, да, завод получает субсидию на выполнение этого заказа и таким образом работает. Вот это как бы основные меры протекционизма, то есть, политики по защите внутреннего производителя от внешней конкуренции. Один из главных идеологов русского протекционизма конца 19 века Сергей Юрьевич Витте, кстати, он вложил довольно большой также вклад, сделал очень большой в развитие железнодорожных путей. По сути, автор первой тарификационной сетки железнодорожных направлений, железнодорожных перевозок, гражданского и товарного транспорта. Вот, в принципе, именно он с одной стороны и разрешил, да, активный ввоз иностранного капитала, и с другой же стороны, на пике политических различных разногласий с Германией, он, по сути, был родоначальником так называемого майского тарифа 1991 года, из-за которого началась таможенная война с Германией. Вот, получается, при нем иностранный капитал активно проникал в нашу страну, но с другой стороны, при нем же, например, с той же Германией мы постоянно вот увеличивали тарифы и занимались вот этой заградительной политикой. А это как раз очередной дредноут, да, линкор, который вот должен был стрелять по японским островам. Все страны тогда активно наращивали именно мощь вот этих больших крупных плавсредств для того, чтобы вот они в период Японской войны и Первой мировой войны по-настоящему доказали свою эффективность. И Россия тоже, конечно, в этом не уступала. У нас колоссальная протяженность береговой линии, вот, поэтому надеяться на то, что ты как-то перебросишь суда, условно говоря, там из Балтийского, да, куда-то там на Сахалинский участок, конечно, это безумие, хотя иногда так и делалось, поэтому необходимо строить и тут, и тут, и тут, и везде. Вот, поэтому, конечно, вот эти госзаказы и субсидии на военное производство тоже были важным фактором. Если говорить про развитие торговли и банков, то нужно отметить, что недостаток кредитных организаций, конечно, был очень серьезной проблемой в целом для российского бизнеса, да. Нет кредитов, нет возможности получить живые деньги, нет возможности их вложить, нет возможности обеспечить свое предприятие рабочими. Соответственно, стагнация, да, соответственно, падение производительности, падение продаж. Но все-таки кредитная организация была, да, создана еще в рамках финансовой реформы Александра Второго, государственный банк, он все-таки саккумулировал основные золотые и серебряные запасы страны, был главным кредитором, ну вот, и с другой стороны был главным инвестором. То есть, брал на себя, как бы, все основные риски по инвестированию, как бы вот сказали, да, современным экономическим языком. В рамках экономических процессов 60-70-х также активно появлялись различные банки частного характера, да, акционерные банки, да, в виде акционерных обществ и различные коммерческие организации. Также стали популярны сращивания, да, одновременно фабричных комплексов с торговым капиталом. То есть, это как бы получается, что у тебя аффилирован с одной стороны какой-то банк, и одновременно, да, это в рамках одного общества находится с каким-то крупным комплексом заводов. То есть, вот это, то, что постепенно стало называться синдикатами, трестами, концертами, то есть, такие крупные монополии стали, в принципе, основным таким звеном развития российского, вот этого позднего государственного капитализма. Это как раз открытка, да, это центральная Москва, вот, и это здание государственного банка Российской империи. Мы уже сказали про Сергея Юрьевича Витте, да, еще пару слов про него. Самое важное, да, в его жизни было догнать и перегнать Европу, вот он как раз поставил, значит, соответственно, нужно было догнать западную промышленность, вот, за 10 лет. Это вот его, как бы, первая была самая важная задача. Он был одним из инициаторов уничтожения, как раз, прямого обложения, да, если говорить про подушную подать, и вместо этого было введено большое количество косвенных налогов на различные виды ремесел, на автомобили, на многоквартирные дома, да, из этого всего, конечно, да, нужно было как-то пополнять бюджет. Вот, ну и была очередной раз введена винная монополия, это любимый источник пополнения бюджета российской казны, тоже этим занимался Витте. Вот как раз здесь вот показана государственная винная лавка, казенное вино, которое ты покупал, и сразу весь доход шел у государства. Ну и последнее, что известно, да, чаще всего Витте ассоциируется с введением золотого червонца. Это была попытка, так сказать, сделать нашу финансовую систему более крепкой. Рубль стал более конвертируемым, имел хорошее хождение и хороший курс по отношению к фунту стерлингов и франку, к немецкой марке. Это, разумеется, способствовало притоку иностранного капитала, в Россию стали больше инвестировать. То есть это, конечно, в значительной степени, как бы сказать, оздоровило, да, оздоровило нашу экономику. Ну и вот знаменитый, значит, 10 рублей, червонец, золотой червонец, до образца, соответственно, 95-го года с портретом тогдашнего государя Николая II. На этом я хотел закончить эту лекцию, связанную с развитием промышленности и банковского дела в России. Второй половины 19-го века. Спасибо. Спасибо.